Ольга, В прошлое воскресенье у меня было сильное искушение болью в позвоночнике, что были даже мысли не пойти на домашнее воскресное общение. Но слава Богу, что вопреки всему этому я приехала на нашу домашку. Сразу во время поклонения почувствовала, что идет помазание исцеления моего позвоночника. О том, что это именно так говорили многие факторы. В конце служения Галина, почувствовав огонь в своих руках, положила руки на мою спину. Боль ушла, но остался какой-то след, что ли. Я даже так и сказала. Но потом начала провозглашать. И следа не останется. И вот, когда вечером был эфир, сила преодоления, я почувствовала это же помазание исцеления, что я начала чувствовать утром. И от той боли, что была, и следа не осталось. И вот прошло уже пять дней, и от той боли и следа нет. Аллилуйя! Благодарю вас, Андрей, Оля, за вашу любовь, за вашу верность отцу, за ваше посвящение своему призванию. Галина У меня был небольшой опыт по уходу за больными, но много лет, как я отошла от этой темы. Полтора месяца назад мне поступило опять такое предложение. Но я не хотела заниматься этим душевно, по плоти. Но меня сразу встретила доброжелательная и широко улыбающаяся бабушка, 81 год. Трудно было поверить, со слов ее дочери, что она только что стала восстанавливаться после тяжелого недуга. Почти с первого дня она стала со мной в прямом эфире смотреть утренние молитвы восклоненных, переживала Духа Святого, ангельское присутствие во время молитвы, стала чудесным образом восстанавливаться. Кожа на теле от воспаления очистилась полностью, ноги опухшие выровнялись, ногти на ногах новые, после грибковых стали отрастать. Пяточки, как у младенца, кожа обновилась, хотя еще по дому на ходунках едва ходила, из-за большого веса. Светлана Мужу было плохо, высокое давление. Предложила выпить таблетку. На что он ответил, не надо, ты моя таблетка. Обнял и так полежал минут пять-десять. Перемерил и, аллилуйя, давление упало. Также сегодня было плохо на работе. Он водитель маршрутного такси. Я предложила помолиться в единстве. Он постеснялся, на что сказала, будь со мной в духе рядом, представь, что ты со мной. И по слову, где двое или трое вместе во имя Иисуса, то Бог услышит любую молитву. И положила телефон, молилась. Через некоторое время ответил мне через СМС, что у него никогда не было такой полной битком набитой маршрутки и что Бог меня слышит. Для моего мужа это такое свидетельство, что Бог реальный, живой. Я счастлива, что через меня отец прикасается к нему. И также ответила мужу, что папа и его слышит, что ты сын отца. Думаю, его коснулось. Ничто в жизни не случайно, что услышали вовремя Андрея, учились на курсах. Слава папе за все! Ольга Слава папе за все! Елена Нина 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 Поблагодарила отца за сохранение зонта и также поблагодарила продавца. Это отец! Такой отец! Чудеса! Анна Аллилуйя! Карена Я работающий пенсионер. Зарплата бывает в начале месяца, как всегда, а аванс двадцатых числа. Так сегодня пришел аванс в два раза больше обычного. Это все, папа! Спасибо тебе, папа, за заботу! Отец! Ты такой отец! Спасибо пастору Андрею и Оле за этот курс Меч Соломона. Я в потоке, и это никогда не закончится! Белла Я молодею и молодею! Я как сочный упругий прутик, полна жизни и сока! Слава папе и нашему великолепному пастору Андрею за откровение о нетлении! Алёна Алёна Сегодня открыла шкафчик и нашла деньги. Помню, что все забирала и уже несколько дней назад писала о том, что не рассчитала в этом месяце, потратив все. А сегодня так папа обрадовал! Аллилуйя! Спасибо, ангелы! Положили деньги! Ура! Очень приятный, нужный сюрприз от папы! Вовремя! Танцую и буду танцевать на деньгах! Им там нравится все золото мира под моими ногами! И преломляю, умножаю, раздаю чудеса, появление денег и содействие ангелов! Елена Заработная плата пришла в два раза больше. Сын погасил ипотеку в один миллион. Попросила у папы показать знамение курсу Меч Соломона. Тут же нашла рубль и благословили продуктами. Слава и благодарение Отцу Небесному! И спасибо Андрею и Оле за их учения! Нео Нилла Моя дочь инвалид по щитовидке ушла к отцу нашему. Мы оказались не готовы материально. На две пенсии не получалось откладывать. Так помогли сестрички из семьи Божьей. Даже те, с кем редко видимся, 20 тысяч рублей ощутимая помощь. Но остальные за три месяца погасим в кредитку. Предвкушаю увидеть пути Божьей к процветанию. И ничего, что 71 год, уже есть видение, только надо подучиться. Попросила у Духа Святого помощи быть прилежной ученицей в уроках курса Меч Соломона и на практике. Но не только в этом слава. У нас было два знамения через природу. Такие, что не иначе как чудом Божьим не назовешь. Об этом не опишешь, только рассказать. Делюсь этой славой, с кем общаться приходится. Такое удерживать не нужно. Наталья. Мне очень хотелось чего-то необычного в моей финансовой сфере. И вот случилось. Сегодня с утра собралась по делам и посмотрела в свой кошелек. В нем оставалось 150 рублей. На дорогу этого бы не хватило. Я подумала, что придется менять. И положила крупную купюру. Когда покупала билет, открыла кошелек, смотрю, сотни, полтинник. Машинально рассчиталась, а снова посмотрела в кошелек. Еще две сотни лежат. И моя крупная купюра. И тут меня торкнула. Откуда еще 300 рублей? Новенькие, хрустящие. Папа позаботился. Чтобы не меняло. Мой чудесный, заботливый папа. Славься еще больше в наших жизнях. Умножаю, преломляю, раздаю. Имеюсь им, приложится. Светлана. Слушая презентацию «Меч Соломона», остановилась на словах, что нужно думать о прибыли. Поставила телефон на паузу и размышляла. Не прошло и пяти минут, как мне позвонили с Авито с предложением повязать свою девочку с моим кобелем. «Я в восторге. Слава, папа, тебе за то, что преобразование нашего, моего ума, приходит через слово Андрея. Аллилуйя! И это не закончится никогда. Принимаю, приломляю, раздаю». Иришка. С детства у меня диагноз – сколиоз. Мучилась болями в спине и пояснице. А последние две недели болела очень сильно. Молилась, принимала причастие. И вот вчера я мыла полы дома шваброй. Редко это делаю, обычно на коленках. И меня пронзило, как будто током по спине. Меня всю даже передернуло. И тут же пришла мысль – это ангелы вправили мне позвонки. И тут же моментально боль ушла. Полы я уже домывала руками. Вот такое чудесное исцеление. Ирина. Вчера сын пришел из школы вялый. Говорит, мама, мне плохо, очень болит голова и горло. Даже не стал ужинать. Сразу лег спать. Я стала молиться. Приняла заместительное причастие. Стала говорить. Иисус, твоя любовь особенная к детям. Ты всегда переживаешь за них. И тут меня так накрыло. Я просто опьянела. Да так, что до своего дивана дошла. Держась за стенки. Утром ребенок проснулся бодрый, веселый, жизнерадостный. Спасибо тебе, Иисус, за твою кровь, за твое тело. Что можем тебя вкушать. Аллилуйя. Екатерина. Иду сегодня с работы и думаю про меч Соломона. Прихожу домой. Случайно заглянула в смски в телефоне. А там на карточку пришли деньги за пенсию. Два раза закинули. 17 тысяч. И следом еще 18 тысяч. А у меня другая пенсия. Совсем маленькая. И еще рано для пенсии. У меня позже должна быть. Аллилуйя. Спасибо, папа. Это ты. Вероника. Мой сын Макс, 31 год, вчера отправился в фитнес. А после тренировки обнаружил кражу. Обручальное кольцо, часы, ключи от машины и кепку. Полиция все зафиксировала. Написала в чат. Решила практиковать, чему научена. Высвободила ангелов и огонь на руки вора, чтобы вещи сына вернул. Отправила просьбу ходатаям. И вот утром проснулась сразу в телефон. Сынок пишет. Позвонили. Все вернули. Работает. Благодарю за университет. Наталья. Слушаю каждый день презентацию курса Меч Соломона. Танцую на деньгах и принимаю причастие победы. Недавно я вышла из отпуска. И сегодня, получается, через 11 дней я делаю сделку ровно на 1 миллион рублей. Занимаюсь корпоративными продажами подарков. Как только сделку заказчик подтвердил, у меня потек елей между большим и указательным пальцем левой руки. А руки покрылись золотыми, серебряными блесками. Коллеги увидели и очень удивились. А один сказал. Не удивляюсь, что ты скоро будешь светиться. Спасибо, Иисус. Отец, ты такой отец. Отец, я вижу тебя творящим. Аллилуйя. Ольга. После презентации Меча Соломона, знакомые христиане попросили помочь посмотреть договоры и поучаствовать в согласовании условий с партнерами. Они открывают новое направление в бизнесе. Я согласилась помочь. Сейчас в декрете. Но сразу сказала, что просто хочу помочь, денег не возьму. Я и раньше им помогала. И в целом никогда не беру деньги, когда кому-то помогаю и чувствую себя свободной. Но, несмотря на мой категорический отказ, они заключили сегодня первый договор и отправили мне деньги, как благословение. Я это восприняла, как свое знамение. Почувствовала это внутри. И это только начало. Продолжайте ожидать свое чудо и знамение. Оно проявится у каждого обязательно. Юлия. Моя сестренка живет в Норильске. И чтобы слетать в отпуск, им на семью надо 70 тысяч рублей. Когда надо было покупать билеты, на сайте авиакомпании была акция. И она купила билеты на всех за 12 тысяч. Слава Богу, это чудеса в действии. Вика. Я как-то думала. Интересно, как меня найдут клиенты, если я не буду вести Инстаграм? Но отец ведь дает другим заказы. И вот только я тут оставила свидетельство, что за учебу дочери не надо платить. Как мне кто-то звонит. Девушка прорекламировала новое приложение по поиску подрядчиков для клиентов. И говорит. Отправьте нам свое портфолио и прайс. Все бесплатно. Им только 10%, если клиент запишется ко мне. И я, недолго думая, решила, что это знак от отца. Нужно пробовать и быть одной из первых на платформе. А еще я хочу рассказать, что на одном вебинаре я выиграла 100 тысяч рублей. Смогла оплатить у них обучение за 50 тысяч, которое я сильно хотела, но не знала, как я буду платить. И остальную сумму они мне перевели прямо на карту. Это было в декабре. После курса нам отправили удостоверение гособразца почтой в Казахстан. И я снова первая, кому письмо дошло раньше всех. Держу и радуюсь. Слава любящему отцу. Слушаю презентацию Меч Соломона. Пришла вчера еще идея, как заработать. Жду курс. Наталья. Я вчера получила через молитвы Андрея. Первое, что я работаю над разумом. Старое все прошло, внутри прекрасное состояние. И второе. День в дню передает знания. Это меня так вдохновило, что наш Господь неизменный. И изо дня в день Он транслирует в нашу жизнь успех, любовь, победу, нетление, исцеление. Он неизменен в трансляции к нам. Я возлюбленный, единственный, единородный Сын Божий. И я стала транслировать с дерзновением и обновлением успех в нашей жизни. Евгения. Это задание сотрудникам, как будто своего бизнеса. После сна приятные чувства. Понимаю, что отец показывает мне, что я в его потоке и что-то меняется в моей жизни. Благодарю. Наталья. Пару дней назад был момент, когда я сильно нуждалась пережить на собственной коже прикосновение любви папы. Его принятие. Знаете, бывает такой пик необходимости. Но вы знаете, семья. Так вот, именно в этот момент приходит перевод от любови 777 рублей с комментарием. Совершенная любовь до слез. Любовь. Вы должны знать, насколько вы пророческий человек. И смысл здесь даже не в цифрах на моей карте. Всякий, кто действует так, движимый Духом Святым, вы излияние воскресения и жизни, живое прикосновение настоящего Бога, реального, сущего, который вникает во все дела своих детей. Вы, как реанимация, как аппарат вентиляции легких, запускающий новую возможность дышать в некоторых случаях. Дерзайте, и да умножаются слава и благословения для вас, в вас и через вас. Любовь. Только что слушала в записи эфир «Причастие Победы». Во время молитвы пришло понимание, что делать дальше. Стоял вопрос о том, как поступить. Я с детьми живу в городе, но у нас есть дом с большим участком в 45 километрах. В прошлом году нанимала соседку, ухаживали, собирали урожай. Огород нас кормит. В этом году соседке 75 лет. Уже трудно, потому что есть свое хозяйство. Сначала я думала на лето попробовать отпроситься с работы. Но на такое время вряд ли отпустят. Думала, тогда уволиться, а потом вернуться. Сейчас осенило. У нас есть машина, но нет прав. Надо сдать на права, и тогда увольняться не надо. И зарплату терять не придется. И за огородом сами можем ухаживать. Слава, слава животворящему, живущему во мне и действующему могущественно. Как здорово слышать его голос. Татьяна, у меня была радость, когда 150 рублей нашла в квартире. Следующие около 2000 принесли. Теперь 1500 подарили. Это классно. И я довольна. И я знаю, что умножение здесь и есть. Спасибо, папа. Благодарю папу за каждый вздох. И это здорово, что наш папа Бог. А я Бог, рожденный от Бога. Я дух животворящий. И я довольна всем, что имею. Я сын. И это честь и награда быть сыном моего отца. Я царица. Светлана. Я благодарила, даже когда в кармане мелочь нашла. А потом пошли подарки. Подарили духи, сапоги. Деньги пришли на карту. Ольга. Вчера было такое чудо. Мы пошли покупать Татьяне подарок. Серебряные сережки. И нам понравились одни, но цена 4700. По деньгам мы не укладывались. Нам еще много чего надо было купить. И вот мы уговорили продавца, чтобы она еще проверила цену по штрих-коду. И, аллилуйя, их цена была 1900. Папа такой, папа. Галина. Во-первых, я не болела ковидом. Однажды Андрей в проповеди в 20-м году отверг эту напасть на свой организм. Он заявил, что этой болезни нет. Он ее не признает. Хотя симптомы были. Я прониклась этой мыслью и заявила, что для меня тоже нет никакого ковида. Он просто не прикоснется к моему телу. И так все и произошло. Я здорова. Дух жизни действует во мне. В моем теле могущественно. Во-вторых, сахарный диабет отсутствует в моем теле. Хотя стояла на учете лет 5-7. В-третьих, с давлением тоже разобралась. Все в норме. Была гипотоником. 110 на 70. Уже три года не пью таблетки. И не хожу к врачу. Вся слава отцу. Благодарю отца за пастора Андрея. И Олечку. Благодарю и славлю отец. Твое святое имя. Отец. Ты такой отец. Наталья. Как только у меня где-то кольнет или заноет, на меня сразу же нападает смех. Ну действительно, как может болезнь находиться там, где нетление. Аллилуйя. Слава за эту освобождающую истину. Спасибо Андрею и Оле. Ольга. Вчера прослушивала запись питерского Зума о совершенстве и почитании. После Зума в интернете появилась навязчивая ссылка на фильм «Искупленные». И я решила, раз так навязчиво, значит, что-то мне нужно там увидеть. Это фильм об апостоле Иуде. И начала смотреть. Через несколько минут просмотра моя комната наполнилась как бы густым, горячим воздухом. И я вдруг начала внутри переживать и видеть жизнь Иисуса. Как будто это я вместо Иуды ходила с ним, преломляла хлеб и пила вино. Слушала его голос и была с ним на Голгофе. Я ощутила полное единение с моим старшим братом Иисусом. Я поняла внутри себя, о чем учит пастор. И я и сын одно. Это неразделимо. Его невозможно от меня отделить. Пастор Андрей, огромное вам спасибо за то откровение, которое вы получили, и не скрыли его. Отделитесь и раздаете, преломляете, как это делал Иисус с хлебом и рыбой. Я вчера получила обновление в вере и осознании себя сыном Божьим. Я не просто Оля. Я сын. Это огромный дар от отца перед Пасхой. Ляля. Я не реагирую ни на что. Радуюсь жизни. Вчера сидела, делала массаж и подумала о том, что хотелось поехать в санаторий в Красноусольск. Даже не озвучила никому. Подумала и забыла об этом. В 22.30 звонит моя дочь и говорит. Мама, ты бы не хотела поехать в Красноусольск? Ее подруга и она решили нас, мам, отправить в один номер люкс. Там больше 30 квадратных метров, шведский стол, лечение. Ты сможешь с ней, с чужой женщиной? Я говорю, конечно смогу. Наоборот, веселей будет. Наш папа чудесный. Благодарю, папа. Это все сознание отца. Я и отец одно. Я есть единство. Супер. Дочь тоже говорит. Спонтанно все получилось. Как наш пастырь говорит, тотчас легко и само. Нина. Благодарю отца за финансы. Высвобождала и ожидала 15 тысяч рублей. И уже две тысячи на днях пришли. Начало есть. И к нему прилагается. Слава отцу! Ирина. Ирина. Вчера моей младшей дочери на ее 17-летие подарили фотоаппарат. Новый, красивый. Зеркалка. Она мечтала о нем очень давно. Но не смела нас просить купить ей. Аллилуйя. Ирина. 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 Чувство довольства. Чувство довольства. Радость. Пошла походить по денежке. Течение внутри. Довольна я. Потому что пару дней назад самой крупной купюрой у меня было 100 гривен. А сегодня гуляю по двухсотым. И в прошлый раз по кошельку походила. Сказала. Ты мне служишь. Послушался. В него прилетели двухсотые. И это не закончится никогда. А потом песня полилась. Бутылочка вина. Ахаха. Выпиваю до дна. Ахаха. Торжество и радость. Пишу и смеюсь. Где взять какие-то особенные слова благодарности? Не знаю. Просто люблю тебя, отец. Елена. Сегодня утром моему мужу напарник привез аванс. Муж положил эти деньги в коридоре на тумбочку. Хотя всегда кладет их на верхнюю полку, которая расположена значительно выше головы. Я подошла к тумбочке. Увидела там пачку денег. Две купюры по 1000 рублей. Остальные купюры по 100 рублей. И решил их посчитать. Когда взяла их в руки, одна купюра упала на пол и свернулась вдвое. В это время я видела в духе, что деньги, благоговея перед Сыном Божьим, упали мне в ноги и поклонились. На что я ответила, что там им и место. Я их пересчитала, потом разложила на полу и с властью походила по ним. Деньги липли к ступням и сворачивались. Пришло осознание, что действительно золото – ничто. Оно под моими ногами и служит мне. Подготовка сознания идет полным ходом. Аллилуйя! Наталья! Я впервые послушала презентацию Андрея и Оли торжества Нового года, этого, 2022-го, и слушала ее онлайн. Внутри такая радость пришла, что можно отмечать новогоднюю ночь с Иисусом. С того времени уже четвертый месяц радость, любовь наполняют меня. Очень благодарна вам! Дружу с вами! Динара! Спасибо, Андрей! Спасибо, Оля! Мы живем в деревне. Приходят продукты питания уже третий день. Из живых курей принесли, уже яйца несут. Людмила! Вчера ходила встречца. Вдруг мастер говорит, «Вам что, маска помогла?» Я спросила, какая маска? Я ничего не делала, а что? «Да у вас волосы растут!» Как же я обрадовалась! После болезни волосы сильно выпадали. Нетление течет! Спасибо, пастор Андрей и Оля, за воскресный эфир! Благодарю вас за ваши открытые сердца! Галина! Меня сегодня с утра так сильно касалась любовь просто до слез. А теперь во время эфира такая любовь накрывала, что слезы текли, внутренность волновалась, и огонь сошел. Вы просто потрясающие! Таких просто нет! Как же нам всем повезло быть здесь, в небесной цивилизации! Благодарю нашего папу за вас, что открываете нас, как сынов! Спасибо вам! Юлия! Был у меня долг 550 тысяч рублей до московского дара. Как пришла к Андрею, стала слушать, впитывать, получать откровения. Отец стал лить. И вот через 7 месяцев я почти все отдала, и оставалось 50 тысяч, и я все в потоке. Хожу и хожу, наслаждаюсь. И вот пишет человек, кому должна была 50 тысяч. Слушай, говорит, давай я благословляю тебя. Уже 50 тысяч не надо отдавать. Так что, когда доверяемся отцу и плывем в реке радости, ответов, то потоки денег идут к нам. Прям спешат! Спасибо, Андрей! Елена Слушала эфир. Вдруг сыну резко стало плохо. Поднялось давление, аритмия. Села рядом с ним, положила одну руку на спину, в другой руке держала телефон. Как раз пасторы Андрей и Оля молились за исцеление. Прошло немного времени. Давление в норме, все хорошо! Помазание не тление работает. Спасибо, любимые пасторы Андрей и Оля. Спасибо, любимый папа. Благодарю! 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 Елена Раиса! Та боль, про которую говорила Оля, боль в яичнике, ушла. Пришел мир и покой. Папа, спасибо тебе за сына твоего Андрея и Ольгу. Ты любишь меня! Эфир, огонь! Помазание тоже! Папа, спасибо тебе за всех людей! Спасибо за то, что ты нас любишь! Раиса! Раиса! Весь эфир проплакала. Все внутри перевернулось. Такая любовь к Андрею и Оле! Это любовь отца! Это отец! Любящий отец! Спасибо, любимые! Нет, кроме вас, более никого, кому можно было бы довериться! Зоя Спасибо большое за помазание! Накрыло, стало легкой! Ноги, движение! Спасибо, пастор Андрей и Ольга! Галина О, отец! Какое счастье быть твоим сыном! Благодарю, что избрал меня! Я счастлива! Заново посмотрела вчерашний эфир. И, о чудо! Он еще ярче мне открылся! Получило исцеление мышц спины. Слава отцу! Вспомнила, что отец лично пришел и сказал, что любит меня, когда я в немощи лежала с позвоночником. Теперь все в прошлом! Я совершенно здорова! Слава отцу! Спасибо Андрею и Оле за любовь отца! За силу преодоления, через его любовь, как совершенство! Благодарю, отец! Благодарю! Отец! Ты такой отец! Шарипа Мой сын работал в органах. Его в октябре подставили. Его в октябре подставили. Дали срок. Три года. После этого жена ушла к своим родителям, которые настаивали, чтобы она бросила мужа. Она не позволяла детям разговаривать с папой. Сын мне сказал, мама, я не хочу разводиться. Я люблю своих детей. И я попросила пастора Андрея помолиться. А сегодня сын звонил и рассказал мне, что жена звонила. Детей хочет привезти. И она тоже не хочет разводиться. Слава небесному отцу! Спасибо, пастор Андрей! Наталья, какой же сегодня был эфир? Каждый раз, когда выходит новый эфир, любой, какой бы ни был, всегда ощущение, что это был самый лучший, самый мощный. И вот сегодня просмотрела уже дважды его. Но нет предела славы Божьей! Нет предела любви отца! Слезы текли рекой, ангелы щекотали постоянно, присутствие отца ощущалось постоянно. Пишу и снова накрывает. Ведь моя жизнь перевернулась на 360 градусов. Столько свидетельств у меня и финансовых, и исцелений, и чудес всевозможных. Все во славу Божью! Благодарю тебя, отец, за Андрея! Бесконечно! Я в семье, я дома! У меня такая огромная семья ходатаев! Я в небесной цивилизации! Слава тебе, отец! Люблю! Помазание! Помазание! Помазание на сына твоего Андрея! Благословляю этих родных и ковишиных! Вся земля полна славы Господней! Спасибо, отец мой, мой возлюбленный, мой драгоценный, мой любящий, мой мудрый, мой долготерпимый, совершенный мой отец! Марина! Помазание и огонь, который сопровождал каждое высвобожденное слово сегодня в эфире, так входил во внутренность, как масло. Вначале был жар в костях, а затем, как после сауны, расслабление всего тела. А когда пастор Андрей транслировал и передавал любовь нашего папы к нам, плакала вместе с ним. И затем такая свобода пришла в мышцах, костях. Была боль в области сердца по типу межреберной невралгии. Все прошло. Я после эфира приготовила ужин, вымыла пол в доме, испекла пирог с яблоками, пошла к соседке бабушке и угостила ее. Свидетельствовала любви отца ей, плела ей цветы. И, вернувшись домой, успела на зум с ходатаями. Боль в мышцах сгорела и расплавилась от любви отца. И сила Божья дала столько сделать. Отец, ты такой отец! Сердце переполняется благодарностью к пастору Андрею. Оле, спасибо, родные, за ваше служение. Вы оставляете огонь любви отца во многих сердцах. Людмила. Мне 56 с половиной лет. Период менопаузы уже давно прошел. Женские дела прекратились четыре года назад. Но, постоянно слушая эфиры и молитвы Андрея об исцелении женских органов, я прикладываю руки к экрану. И недавно я заметила, что, как в молодости, перед женскими делами набухает грудь. Сначала я подумала про болезни, но быстро отмела эти мысли и сказала, нет, это не дление проявляется так, и я омолаживаюсь. Конечно, никак не предполагала про женские дела. Возможно, отец меня готовит к замужеству, ведь я 25 лет одна. Я ни с кем не хотела совместной жизни, и я отвыкла уже от семейной жизни. Я не могу даже представить этого, но обновляется юность моя, как у орла, и я встречу любовь. Рена. Какое благоволение отца ко мне быть здесь, с Андреем, Олей. Я в семье, я счастлива. Эфир от силы к силе, от славы к славе. Когда молилась Оля, два дня давление низкое, как-то сил не было. И после молитвы Оли физически пошел огонь по телу. И когда Оля сказала, огонь обрушится и сожжет все дотла, в каждую мою клеточку вошли физические силы. Аллилуйя. После молитвы Андрея отца укрепились мышцы спины. Были боли два дня, и кисть на левой руке, была боль в ней, ноющая периодически. После молитвы боль ушла. А когда Андрей сказал, двигается помазание по костям, увидела, как ангелы старательно мазали мои ноги ниже колен. И, встав на ноги, уже неуверенности при ходьбе не чувствовала. Она ушла. Стало легко. Благодарю, отец. Алёна. Для кого-то, может, это покажется небольшим, но для меня это очень важно. На днях. Днём я ушла из дома погулять с младшей дочей. Дома никого не было. Возвращаюсь, смотрю на столешнице в кухне, стоит небольшой пакет с мукой. Грамм триста, и в нём лежат три сырых яйца. Не пойму, откуда это? Начала спрашивать своих родных, кто это положил. Все в недоумении стали говорить, что к этому не причастны. Уже третий день анализирую всё это и понимаю, что кроме отца никто сделать этого не мог. Это его знак любви ко мне. Хотя и мука, и яйца у меня были. Но это так мило, получать такие проявленные знаки любви. Просто удивительно, наш отец такой любящий и ещё обладающий юмором. Нет границ с его качеством и отношению к нам. Наталья. У нас тихий район в целом, но иногда стоя собак бегают. Папа, приведи сюда волонтёров и приюты. Пусть все животные будут пристроены в любящие и заботливые семьи. Аминь. Так вот, ночью я слышу, вроде собачка плачет. Сердце так сжалось. Я сразу отец. Усмотри. Ангелы небесные, пойдите и помогите животному. Приведите хороших людей. И отдав всё Богу, продолжила дела в инете. Пару раз был слышен писк, но потом наступила тишина. И внутри я знала, что Бог всё устроит, если это животные. Слава! Слава Папе! Не всегда молитва должна быть часовая. Она должна быть в доверии отцу. Лилия. Сейчас моя мама говорит. Встала утром и проверила руку. От неожиданности ахнула. Рука полностью стала работать. Стала благодарить Бога за пасторов Яковейшиных Андрея и Олю. Спасибо отцу за вас, родные Андрей и Оля. Мы вчера слушали вместе эфир. Когда вы начали говорить за руку, мама заулыбалась. Говорю, да это тебе. Сегодня мама уже рассказала об исцелении руки соседке. Говорит, что слушала служение Яковейшиных. Любим вас, родненькие. Очень, очень. Оксана, на работе в пятницу под конец рабочего дня, за полчаса, сижу и говорю про себя. Я сын Божий. Мой чудотворный мозг. Я премудрость. Я хочу видеть свою прибыль. Папа, покажи мне это сверхъестественно. Далее вот что происходит. Одновременно два покупателя сделали хороший заказ. Один из них сказал, а можно я заплачу, не как все, а как я хочу. Я про себя подумала, конечно, я хочу, чтобы ты заплатил больше. И результат. Предмет, который он купил, стоил три с половиной тысячи рублей. А он заплатил семь тысяч семьсот семьдесят семь рублей. А после еще семьсот семьдесят семь рублей. Подарок. Я сразу сказала про себя, спасибо, папа. Отец, ты такой отец. Люблю тебя очень сильно. Спасибо большое Андрею и Оле за все, что вы делаете. Людмила. Вчерашний эфир законспектировал, не знаю, Дух Святой повел это сделать. А сегодня позвонила знакомая, сказала, что у нее умерла мама в ноябре, и она до сих пор в скорби, депрессии, сожалении. И я прочитала ей все, о чем говорил пастор Андрей о состоянии вместе любви отца. Она успокоилась, обрадовалась и написала, спасибо. Не зря меня Дух Святой повел законспектировать этот эфир. Сила преодоления. Майя искала работу и две недели назад увидела объявление. Позвонила, договорилась. Зарплату пообещали достойную. Но смогла выйти на работу только сегодня. Был ремонт на рабочем месте. И сразу сегодня мне сказали, что зарплата будет почти в два раза больше. Это только отец мог такое сделать. Ему вся слава. Аллилуйя. Спасибо, отец. Ты самый лучший отец. И ты мой отец. Слава, слава, слава тебе, дорогой папа. Ольга зарегистрировалась сегодня на курс Меч Соломона. И неожиданно родственник прислал 30 тысяч рублей. Слова пастора Андрея подтвердились. Ирина. Моя пенсия в аресте. Приносят 50% 10 числа. А в день открытия курса принесли полностью. И это было 8 число. Я даже не ожидала. А папа дал знамение. И еще. Стали звонить клиенты, делают заказы. Даже есть возможность благословлять работой сестер. Спасибо, пастор и Андрей, Оля. Сын и отец. Людмила. Дорогие мои. Мне в 23.45 написала женщина Нурия. Она мне простила 10 тысяч рублей. Я в это время ходила по золоту, которое есть в моем кошельке. Аллилуйя. Мой долг уменьшается сверхъестественным образом. С декабря месяца это третий человек, который прощает мне долг. Слава отцу нашему и пастору Андрею Солей. Жизнь с каждым днем лучше, интереснее. Я шесть с половиной лет жила в ужасной нужде. Даже не знаю, какие слова подобрать. Иногда даже на хлеб денег не было. Слава отцу! Лена, Андрей как-то сказал в эфире. Дружите с нами и все у вас будет хорошо. У меня были арестованы счета. Только начиналась налаживаться финансовая сфера, как маленькие струйки. И тут перед началом курса мне пришло смс из банка, что арест снят со счета. Когда скачала приложение онлайн этого банка, а там подарочек от папы. Деньги, которые должны были уйти в госбюджет, целые. Я сейчас нахожусь в другой стране, и тут папа подарки передает. Принесли подарки для нас. А в коробочке с кремом купюра. Супер! Верю, что это не закончится никогда. Благодарю вас, Андрей и Оля, за ваше служение. Наш пастор задает тему свидетельств. И все происходит так, как он говорит. Сказал исцеление, текут свидетельства исцеления. Освобождение и получите, и распишитесь. Сказал деньги, и они потекли. И еще финансовое русло расширяется дальше с каждым днем. Минулия. Естественно, и я топталась после презентации и танцевала по деньгам. Пару дней спустя пошел сдвиг в моем бизнесе, который веду уже лет 12-13, но где-то с полгода был полный штиль. Пошел сдвиг, пошли продажи. А вчера нашла 10 евро в кармане куртки, куда я деньги никогда не клала. Всегда сдачу четко укладываю кошелек, не отходя от кассы. Очередь должна ждать, пока я не закрою кошелек и не положу его в сумочку. Это мой такой закон. Слава отцу! Наталья, мои родители живут в Бородянке. В то время, когда мы еще были в Киеве, захватили и разбомбили их поселок. Весь центр в развалинах. У них пропал газ, свет и вода, и ни одного продуктового магазина рядом не осталось. Разбомбили дорогу и сожгли мосты. Люди не смогли оттуда выехать. Когда мама позвонила и сказала, что их бомбят, у меня в этот момент вообще не было паники и страха за них. Я четко понимала, что с ними все будет хорошо. Я просто продолжала пребывать в хвале и молитве. Дух Святой держал мое состояние у покоя, и из этого состояния я высвобождала помазание. Через пару дней бои пошли на спад. С родителями и всеми родственниками было все в порядке. Дома их целые. Мамочка звонила, говорила, что продукты у них есть. Люди делятся друг с другом. Воду успели набрать в бочке, заметили, что напор стал падать. А посуду мыли дождевой водой. Но больше всего меня удивляло то, что они пребывали в абсолютном спокойствии и верили, что все наладится и будет хорошо. Звонил мой брат из Москвы. Говорил, что когда звонил родителям, сам был в шоке от того, в каком они спокойствии находятся. И на позитиве. Аллилуйя! Через несколько дней после того, как мы уехали из Киева, там опять начали стрелять. Снаряд попал в вышку и пропала мобильная связь. Три недели я о них ничего не знала. Три недели каждый день я делала за них заместительное причастие, высвобождала ангелов и благодарила Бога, что Он хранит их и заботится о них. Второго апреля в молитве попросила, чтобы ангелы принесли мне уже хоть какую-то весточку о них. И вечером написала моя двоюродная сестра о том, что к ним заезжал их знакомый и сказал, что родители в полном порядке. Он привез им еды, а мама угощала его пирожками и рассказала ему, что они помогают людей вытаскивать из подвалов. Люди просидели там целый месяц, были завалены в подвале. Их заметила одна женщина и все это время носила им воду и еду. Когда Бородянку освободили, люди их вытащили. Аллилуйя! Это как раз было время глобального интенсива. Отец тогда сказал мне, чтобы я каждый день пребывала в учении пастора Андрея о нетлении. Каждый раз, когда я слушала эфир из блока о нетлении, я ощущала очень сильное наполнение. И в этом состоянии я высвобождала в жизнь своих родных и близких и всех жителей своей страны помазание, нетление и сверхъестественное обеспечение. И мне стали приходить сообщения о том, как отец чудным образом заботится о моих родных. Сестра написала, что Бородянке уже дали газ. А вчера брат написал, что родителям навезли столько еды, что мама затарилась на полгода вперед. У меня с ними пока еще нет прямой связи, но я уверена, что чудес в их жизни намного больше, чем я знаю. Я читаю свидетельства в наших чатах, пересекаюсь с украинцами здесь, в Германии, и слушаю удивительные свидетельства. Такие чудеса Божьей славы, такое устройство. Насколько сильно отец заботится и о тех, кто уехал, и о тех, кто остался. У меня мурашки по коже от этих историй. Вечная слава ему и бесконечная хвала. Вчера с утра пришло сильное желание переслушать экономику Иисуса. Меня так накрыло помазание в действии, такая слава течет. С первого дня открытия курса Меч Соломона мне стали приходить заказы по работе. Курс еще не начался, а приход уже идет со всех сторон. Аллилуйя! Отец, такой отец! Не перестаю хвалить его и славить. Не перестаю восхищаться его сердцем, которое так любит. Благодарю наших драгоценных пасторов Андрея и Олю за помазание и силу, которую они на нас высвобождают. То, чем они с нами делятся, такое сокровище. Я ни на что это не променяю. Откровения их просвещают, вразумляют и расширяют. Сила течет, помазание течет. Вся моя жизнь полна Божьей славы во всех сферах. Всего не описать. Меня постоянно переполняет состояние невыразимой радости и такой сильной благодарности за все, что Господь делает в моей жизни и в жизни других людей. Во всем вижу его руку. Везде переживаю его любовь. Непрестанная, вечная и бесконечная слава и хвала нашему отцу. И еще. На днях у нас шел дождь и дул сильный ветер. Мы сидели с детьми на кухне и говорили о погоде. Я стала говорить о том, как я сильно люблю солнце. И просто высвободила, пусть уже будет 20 градусов тепла. Я даже не придала этому особого значения. И в течение нескольких минут дождь перестал, вышло ясное солнышко. Я сразу не обратила внимания, а потом чувствую, как Дух Святой обращает мое внимание и говорит. Смотри, что производят твои слова. В течение получаса температура на градусеньке стремительно поднялась выше 15 градусов. И всю вторую половину дня температура была около 20 градусов. После того у нас начались теплые денечки. Аллилуйя! Люблю солнышко! Светлана искала не один год своего родного отца земного. Папу я нашла еще в 1995 году. А вот с земным были трудности. И сегодня, уже отчаявшись в поисках, я отправилась в купальню небесной цивилизации. И ответ не заставил себя ждать. Я нашла отца. И сегодня я немного с ним пообщалась. Гульмира! Вчера моя мама неважно себя чувствовала. Я молилась, но улучшения не было. Потом я написала Галине, чтобы она поддержала меня в молитве. И что вы думаете? Через полчаса боль ушла. И сейчас мама чувствует себя хорошо и благодарит Галину. Светлана, я живу в Чернигове. Сегодня смогла пройти в свою рабочую мастерскую по ремонту. В этой стороне здания практически все офисы разбиты. Без окон и дверей. Внутри все покореженное и обгоревшее. И раскрадено мародерами. А моя мастерская стоит телехонькая. Думала, замок будет изогнут как-то. Но все целое, Отец, какой же ты верный и всемогущий. Какое счастье, что ты сам открыл наши сердца для принятия тебя. Это огромное счастье знать и доверять тебе. Спасибо, Андрей, за глубину, которую мы узнаем в небесной цивилизации. Виктория. Хочу поделиться своим переживанием. Недавно имела внутреннюю борьбу и выразила негативное высказывание на группе «Нетленная семья», в которой я заявила, что мне трудно вместить нетление. Когда как было больно из-за давления изнутри. И в тот момент хотелось, чтобы все скорее закончилось. Иной раз казалось, что смерть – это единственный выход, ради которого продолжаешь держаться на плаву. А тут нетление. Пришло чувство отчаяния, как я уже упомянула ранее, говоря о своих картинах здесь. Что Бог исцелил душу от затяжных депрессий в прошлом. Иногда очень редко бывают атаки на разум и начинает штормить. Это снова случилось пару дней назад из-за конфликта в доме. Но с помощью фокуса на слово, молитвы и помазания удалось выйти из этого состояния довольно быстро. Несколько лет назад такое же давление погружало меня вниз на пару месяцев. Потом, по мере возрастания, в познании слова, эти дни сократились до одной недели. Потом день, а то и меньше. Научилась быстрее менять состояние. В этот раз заняло полдня. Кто пережил такое, те поймут. Спасибо тем, кто написали лично и молились. Я благодарна, что никто не осудил за резкий тон. Все, как и должно быть в дружной семье, чего не доставало в детстве. Но теперь у меня все новое. Новая я и моя семья. Потому что у нас такой отец. Именно поэтому мне нравится высвобождать помазание, радости и смеха. Или просто шутить, ободрять других. Потому что часто именно то, в чем заключается наш дар, это течение, направление, служение. Назовите как хотите. Именно эта сфера атакуется больше всего. Поэтому я стараюсь помнить, что мой папа может повернуть во благо абсолютно все. Спасибо. Екатерина Сегодня у меня была операция, по-женски. Прошла успешно. Отец был рядом. Я по-новому ощутила наше единство. Во время операции Вы все, тюменский дар, вся небесная цивилизация Стояли предо мной и пели Помазан, помазан В твоей свободе, победе я живу Это такая мощь и сила Ангелы окружали, стояли как столпы Одну сестричку из Тюмени видела Все время перед собой Она меня вела Хотя я о ней и не думала Ее дух вел Круто Мы сила такая Я даже не ожидала И если что-то случится с другим И нужна будет поддержка Наш дух единства Тут как тут Он везде с нами Мы в нем Спасибо, родные Люблю всех Обожаю просто Максейнат До середины марта я была в отпуске Но захотела полную зарплату Так как хотелось быстрее закрыть кредиты Назначила зарплату на полный месяц Провозглашала несколько раз А папа устроил так, как я хотела Неожиданно доплатили и за январь, и за февраль Радости нет предела Отец Такой отец Это не закончится Никогда Благодарю Андрея, Ольгу За знакомство с таким отцом Татьяна Помазание уже действует Андрей говорил Что Бог будет показывать это Сегодня приезжал сын Дал денег Слава отцу Лилия В этом месяце меня ангелы человеческие благословили На 26 тысяч рублей Ух, и за квартиру хватило заплатить И на кредиты хватило Отец Такой отец И будет еще больше Алена Месяц назад познакомилась с девушкой В результате разговора оказалось Что ее беспокоят панические атаки Страх перед свекровью То есть контроль мучил ее Назначили встречу на другой день Проговорили часов пять В потоке отца Она приняла Христа Будучи мусульманкой Были проявления Духа Святого В виде аромата Елея Елей на руках На лице Обнаружила у себя стружки золота Девушке стало намного легче Я ей сбросила ссылку На курс Созерцания жизни Но на следующий день Она передумала двигаться В этом направлении К ней пришло чувство вины Что она предала свою веру Я сказала Что каждый человек имеет право выбора И благословила ее Но через неделю Она мне позвонила Сказала Что после встречи со мной Ей постоянно приходит информация О том Что мы живем В особенное время Время перехода На новый Энергетический уровень Что происходят перемены В духовном мире И что она хочет Общаться со мной Еще через неделю Звонит и говорит Что она поделилась Ссылкой Утренних эфиров Андрея и Оли С другой женщиной И она очень Заинтересовалась Сегодня встретились Все вместе И эта женщина Приняла И Иисуса И захотела Пройти курсы И войти в глубину Отца Вот такие Проявления Славы Отца Люди находят Нас сами Я очень рада Это так ценно Для меня Не сравнить Ни с какими Богатствами Когда видишь Как сыны Возвращаются К отцу Довольные И счастливые Аллилуйя Ирина Мать принявшего Нас семейства Анна Долгие годы Страдала Сильными мигренями Об этом Она рассказала Через пару дней После того Как мы приехали Это было 24 марта Я за нее Помолилась Всего один раз Прошло Три недели И вот сегодня Она мне сказала Что уже три недели Голова не болит Спросила Что за молитвами Я молюсь Все время И почему Хожу с поднятыми Руками И пою По ее саду Раньше Я ей уже Рассказывала Об отце О сыновстве О небесной цивилизации И о том Что я Ходатай Нового завета Сегодня Она захотела Знать больше Поделилась С ней видео Открытие сына Явление отца На английском языке Аллилуйя Благодарю тебя Отец Светлана Мы с мужем Очень нуждались В финансах Я предприниматель Он пенсионер Устроился на работу Отработал неделю Но условия труда Оставляли желать лучшего Муж приуныл Прослушали Курс Меч Соломона Молились И вот отец Позаботился о нас Это чудо Предложили мужу Другое место работы И на более выгодных условиях Аллилуйя И это начало И оно не закончится Никогда Благодарю Миллион раз Благодарю Спасибо Андрей Вы как поток Живительный Для нас Марина Мне прибавили 2000 рублей Зарплаты Слава Отцу Людмила Слава Богу Признали Безработный Статус Будут до пенсии Платить 15 350 рублей В месяц По 5000 рублей Каждые 10 дней До пенсии Аллилуйя Аминь Во имя Иисуса Христа Людмила Вчера в зуме Лиля Цыганкова Высвободила Что у кого-то Сдвинется вопрос Который Долго Не решался У нас Ремонт С 2019 Года Приостановился И по разным Причинам Не продолжался А совсем Недавно Нашелся человек Который И качественно И недорого Сдвинул Наш ремонт С мертвой Точки Ремонт Продолжается И еще Я получаю Пожизненное пособие На внука Это не близко И только пешком Столько драгоценного Времени Нужно потратить На это И вот Лиля Только высвободила В зуме Что решается вопрос Тут же Во время эфира Мне звонят И говорят Я завтра Иду в центр Как там у вас С пособием Вы еще не получили Я за вас Могу получить И передам вам Вау Слава отцу А еще Увидела ссылку Которую мне сбросили И посмотрела ее У нас в Одессе Есть клуб Здорового образа жизни Желающие В 7.40 Делают зарядку В зуме Есть момент Когда подряд Упражнения С нагрузкой На мышцы рук Мне было тяжело Но я терпела Чтобы вместе Со всеми делать А сегодня Проще простого Спасибо, Андрей Такой заряд бодрости После этого ролика Папа никогда не опаздывает Слава отцу Татьяна Это было вчера 13 апреля Захожу в телеграм И вижу от моей сестры В личке подарок Написано так Привет Дарю тебе подарок Зайди в Одноклассники Чтобы его увидеть И ссылка Но в Одноклассники Я уже давно не заходила Сначала не хотела Потом зашла И увидела подарок Это открытка С красивым букетом цветов И написано Улыбнись И мне так стало радостно И весело В душе мне стало понятно Что это знак От отца А когда спросила сестру Она сказала Что этот подарок Она не отправляла В телеграм А только в Одноклассники Мы с ней порадовались Спасибо, отец За знак Что я иду правильно Спасибо, спасибо За заботу За любовь Аллилуйя Людмила Я так счастлива Выполняю задание Каждый день И получаю благословение От отца нашего Легко Вчера на работе Коллега сказала Что сегодня с мужем Идут в театр Я ей говорю Я бы тоже с удовольствием Сходила Сегодня звонит мне Моя коллега И говорит Людочка Ты ведь в театр хотела Вот Господь Услышал тебя Муж не успевает С работы приехать Пойдем со мной В театр Я спрашиваю Сколько стоит билет А она мне отвечает Я дарю тебе его Аллилуйя Я такая счастливая Всю дорогу домой Пела и благодарила Отца Пастора Андрея И Олю За открытие Новой реальности В изобилии Славе И подарках Желаю каждому Получать подарки Все чаще Главное Видеть все Что папа для нас Делает И благодарить Люблю вас всех Любовь и роман Что я сегодня Обнаружила Включила интенсив Восклоненные Первый день И стала наполняться Во время молитвы Я еще на торжестве Почувствовала Густое Тяжелое Помазание Новое Другое В моей жизни И сегодня тоже Накрывала Еще и еще Я говорила Помазание Моя прибыль И вдруг слышу Как бы рядом Со мной Нужда кричит Деньги нужны Как без денег-то Я даже посмотрела В ту сторону Говорю Что? Нужда так интересно Кричит Не так Громко и мучительно Как во мне Но кричит Не во мне А со стороны И такое ощущение Что я такая большая И нужда такая маленькая Даже смешно стало И такое упоение Что не во мне Что я могу этим управлять Такая легкость Воздушность Парение Ого, думаю Нужда такая маленькая Со стороны А внутри орет Заглушает Мучает И болит Настоящее освобождение Спасибо, отец За Андрея и Олю Любовь Слушала запись Где Андрей говорил Прибыль приходит Прибыль в пути Я приняла это В свою жизнь И сразу пришли Два клиента Друг за другом Пока пишу Еще один клиент Пришел А до этого сидела Практически без работы А папе говорю Многие пишут Свидетельства Финансовые И я хочу 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 Слава Богу За Андрея И Олю Светлана Сегодня уже С жильем Пошел сдвиг Слава Богу За ответы И наших ходатайов Это вчера Мы молились Сегодня Свидетельство Ирина Только что ехала Из супермаркета На велосипеде По своему обыкновению Пела на разных языках Засмотрелась на солнышко Близко подъехала К забору И упала На левый бок Вместе с велосипедом Своими глазами Видела Как безымянный Палец на левой руке На которую я упала Неестественно И загнулся Практически дугой В следующее мгновение Я уже стою на ногах Поднимаю велосипед И говорю Не тление Это правда Не тление Это правда Две голландские женщины Подъехали ко мне Спрашивают Все ли в порядке И убедившись Что да Начали говорить Мы глазам не поверили Вы упали сильно Но тотчас Подскочили с земли Как резиновый мячик Будто этот момент Кто-то прокрутил На быстрой перемотке Это просто какое-то чудо Они проверили меня всю Мы вместе шевелились Руками и ногами Пальцами и суставами Рук и ног Кровь на пальце Застыла И засохла Мгновенно С велосипедом Тоже все в порядке Благодарю тебя Отец Благодарю вас Пастор Андрей Не твенье Не твенье Удивительно Удивительно и классно Еще хочу Пастор Пастор Дорогой Это еще курс Не начался Я в предвкушении Его старта Друзья Кто еще Не зарегистрировался На курс Меч Соломона Регистрируйтесь И начинайте Подготовку Папа творит чудеса За два дня Заработала больше Чем на основной работе Ничего толком и не делая Творчество Творит чудеса Дорогой друг Если ты хочешь Чтобы наше откровение И сила Божия Обхватила весь континент И всю землю Ты можешь участвовать В нашем служении Следующими способами Первое Поделись данным видео Своим страничкам в соцсетях Второе Поставь лайк И напиши свой отзыв В комментариях Под видео Третье Участвуй в этом Своими финансами Для этого Ты можешь нажать Кнопочку Спонсировать Под видео И запомнить анкету Спонсора Исходя из Своих финансовых возможностей И вы перечислить Свои финансы По реквизитам Указанным Под видео Мы благодарим Тебя за этот план Небесная цивилизация Это семья И команда Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»